МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Третий по стране Кумертау по объемам софинансирования поддержки малого и среднего бизнеса отстает лишь от Москвы и Питера. В развитии северо-восточного субрегиона Башкирии с 2010 года инвестировано более 21 миллиарда рублей. Деньги поступили в рамках программы комплексного развития территорий, которую разработали региональные власти. Изначально ее планировали завершить в текущем году, но затем решили продлить до 2020-го. Объем финансирования превысит 5 миллиардов рублей. При реализации всех намеченных планов он может достичь 15 миллиардов. Объем отгруженной продукции собственного производства в муниципалитетах субрегиона увеличился в 2,3 раза. Производство продукции АПК и объемы налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты выросли более чем в полтора раза. Создано более 5000 рабочих мест. Об этом рассказали на президиуме правительства Башкирии. Добавлю, что объем инвестиций на душу населения в среднем по республике по итогам 2015 года составляет 78 тысяч рублей. На северо-востоке лишь 27 тысяч. Сейчас мы должны понимать, в каких, прежде всего, направлениях и какие именно бюджетные инвестиции нам нужно осуществить, для того, чтобы обеспечить ускоренные темпы экономического роста. Сейчас их оценка, осуществление и планирование этих инвестиций будет происходить именно, прежде всего, с точки зрения достижения целевых показателей программы социально-экономического развития. То есть, если эти инвестиции способствуют достижению целевых показателей, они будут осуществляться, может быть, даже ускоренными темпами. Мобильные операторы заявляют о готовности запустить супербыстрые сети пятого поколения. Они будут способны предоставить абонентам новые виды услуг и вывести на новый уровень уже существующие сервисы. Аналитики отмечают, что операторам мобильной связи не потребуется много времени для запуска сетей на основе технологий пятого поколения. Это связано с тем, что спрос ожидается высоким. В России тестовые сегменты 5G в 2018 году планируют развернуть МТС и Мегафон. Все упирается в сами мобильные устройства, которые пока не имеют возможности работать в новых сетях. Эксперты рынка прогнозируют их появление совместимых смартфонов и планшетов не раньше 2018 года. А массовое покрытие 5G ожидается лишь в 2020. Технология сможет обеспечить возможность подключения к интернету с максимальной скоростью до 10 Гбит в секунду против 150 Мбит в сетях 4G. Развитие сетей пятого поколения, оно в отличие от стандартов предыдущих поколений, имеет принципиальную особенность. То есть она будет развиваться уже на действующей сети LTE. Соответственно, что позволит незначительный объем инвестиций тратить именно на внедрение этого стандарта, потому что это будет некая надстройка. И, конечно же, это потребует дополнительных инвестиций в развитие транспортной сети. Как только стандарт 5G будет сертифицирован и разработка будет завершена, мы уверены, что достаточно оперативно сможем ее локализовать на нашу действующую сеть 4G. Информация о курсах валют, установленных Центробанком, на четверг. Доллары и евро подорожали. Курс американской валюты по отношению к российской увеличился на 29 копеек и теперь оценивается в 65.23. Европейская подорожала на 50 копеек 69.34. Лучшие обменные курсы на среду. Покупка доллара в Уралкапиталбанке за 64 рубля 83 копейки. Продажа в Россельхозбанке за 65.14. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Быстробанке за 68.81 по продаже в Россельхозбанке за 69.24. Кумертаус занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по объему софинансирования поддержки малого и среднего бизнеса из федерального бюджета. Моногород привлек из федеральной казны 88 миллионов рублей. Кроме этого, из бюджета Башкирии на эти цели поступило еще 7,5 миллионов рублей. Таким образом, суммарно объем поддержки превысил 95 миллионов, что в несколько раз превышает показатель 2015 года, когда сумма достигала всего 17 миллионов рублей. Так как у субъектов МСП появляется возможность реализации более крупных проектов, приобретения оборудования, производственных линий, соответственно, создания большого количества новых рабочих мест. Нам было предложено в новой программе поддержки МСП, которую мы разрабатывали на 16-й год, увеличить сумму поддержки до 15 миллионов рублей на одного получателя. Это было предложено сделать только для моногородов и по двум видам поддержки. Это лизинг и приобретение оборудования. На сегодня в Кумертау работают более 2000 малых и средних предприятий. Из них 111 получили финансовую поддержку от государства. К концу года в моногороде должно появиться более 230 новых рабочих мест. У меня пока все. Встретимся в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова